всем привет ребят ну что у нас сегодня будет прохождение волны а к покажу некоторые нюансы я наконец-то взялся за волны потому что обновление нам обещают новую волну аль неизвестно что там будет как там будет я решил все-таки немножко по фармить их и поменял состав и принципе где-то с попытки 20 я запармил уже к 4 без проблем советы некоторые дал серега ассасин с а из сервера в общем некоторые моменты мы поменяли единственное у него вместо землеройки был стрелок у меня стрелок сожалению за биндин под архидемона нет уклонения без уклонения реально убивают в общем что я поменял у себя во-первых поставил со 10 эмблемой плюс не там и ранее ты уже показывал для пола по локации принципе такой вариант хорош если поставить недомогание вам не нужен по сути в части землеройка то есть вы будете проходить неплохо волны и так блокировать отхилы также у меня есть 34 по тоже практически максималка здесь у нас все по стандарту водушка плюс друга для уменьшения входящего урона также мы поставили сюда оккультиста максималочку если хотите покажу вам его на максималке вот такая вот сборка собрана уклонение его реально очень сложно слить превращает урон в регион плюс имеет обалденный дав в общем такая вот сборка фрейка у нас с воодушевлением некоторые проходят с грубой силой я расскажу сейчас покажу почему именно водушку на нее ставлю землеройка по стандарту с водушкой и плюс выражая у которого дохренища дохренища просто уклонения фактически 18000 уклона то есть его тоже реально сложно слить его можно ставить отдельно в общем такая вот сборка поехали посмотрим на практике надо конечно будет по фарминг я не знаю попыток 200-300 как минимум чтобы пройти эту волну а может и больше все наверное зависит больше от удачи откуда зайдут вражеские герои как видите первые волны проходятся налегке то есть 1 3 там уже под вопросом вот посмотрите на оккультиста многие ребята спрашивали показать показать рассказать в общем я вам покажу такого оккультиста у него максимальный такой скажем да вот пошла вторая волна почему у меня фрея с воодушкой во первых она у вас будет всегда бить по максималке то есть она у вас будет заряжена во вторых она выпускает голубей которые могут скажем так и обезопасить ваших героев от смерти потому что есть демон на 1 3 5 волне который бьет и по зданиями по героями шатает стычки то есть он игнорирует любое ограничение и соответственно он убивает поэтому у нас дополнительно есть еще три скажем цели которые предотвращают скажем скажем постижную скорость постижное прохождение врагами ваших героев в общем а к 2 как видите фармится тоже налегке а к 3 вот здесь вопрос уже откуда забегут командорка начала бить откуда забегут вражеские фениксы видите вроде здесь хорошо сейчас забежали но командору мы так и не заблочили оккультисту вообще пофиг посмотрите на него такая туча героев и он фактически очень круто стоит все у нас ушатали уже к сожалению фрайку все-таки по ней попали ну а к 3 волна тоже проходится как видите таким составом очень легко к сожалению у нас нет усмотра то есть минус конечно что у нас нет усмотрителя надо кого-то с красных убрать поставить зеленого тогда будет все будет но сейчас как видите даже демон на третьей волне в принципе не мешает и у нас таблетка осталась какая-то сакину ускорение все таки он ушатал центре где-то на краю таблетка осталось не вижу где у нас цель была одна но вот такая 4 как видите мы фактически с первого раза до нее дошли все конечно же зависит от удачи насколько это очень рандомная волна то есть насколько вам повезет как видите многие еще в топ-50 еще ребята на первое только сидят это топ блин донатный его и у всех максимальные прокачки но реально волна на сегодня очень жесткой есть на каждом сервере я уже даже специально мониторил смотрел ребята которые прошли пятую волну на это надо сидеть задротить я не знаю сколько ну реально очень много надо сидеть просто чисто задротничать вот у нас слили землеройку как видите раз на раз не приходится бывает помогает бывает нет ну такой вот вариант как час в принципе нам землеройка не особо нужен можно кого-то другого поставить другие используют стрелка у меня стрелок без уклонения то есть рука у меня сливают даже с живой очень легко поэтому там даже максимальная давная сборка сейчас мы тоже попробуем стрелок улетает сожалению но вот такой вот вариант кому надо пройти хочет там хотя бы попытаться до 3 дайте до 4 без без проблем то есть а к 1 и к 2 фармится к 3 уже начинается рандомчик как видите заходит с разных сторон тут уже как повезет то есть если вы третью прошли 4 в принципе проходится тоже очень легко давайте попробуем другой вариант землеройка конечно жалко его убирать давайте попробуем сюда поставим обратно такие того же стрелка вот у меня такой стрелок попробуем такой вариант но это в принципе нас ничем не спасет но есть зеленый смотр все зависит уже больше того какие у вас созвездия и чары стоят здесь стрелок стоит я специально перекачал вот все стрелка просто нет стрелок священный суд но видите он на отражалках просто выбивается даже такая сборка землеройка в данном случае с хоть с уклонением хоть получше смотрится и от него толку больше может тоже самую командор заблочить возможно еще поиграюсь есть некоторые моменты и идеи по поводу просто и поменять кое-что вынести за пределы видите выражая слили тут раз на раз не приходится но опять же мы стабильно уже фармин то есть тем вариантом можно стабильно фармить давайте еще раз попробуем буду 4 4 я прошел и дошел до 5 там опять же тут же самый демон который просто тупо нафиг сливает стрелок и фрай и есть есть эти они забежали все сверху то есть половину раз ты расхреначили час отсюда забегут самое главное чтобы фениксами но сейчас принципе феникса по-любому снизу зайдут так кого у нас уже талия стрелка опять уже талия вода с уклонениями героя видите как обычно как обычно не придет ну это рандомная волна я вам такие основные нюансы то есть если вы не хотите землеройку ставьте недомогание он очень тоже круто помогает землю ройкой конечно вы быстрее будете проходить но там смотр не будет таком составе со стрелком стрелок тоже классный крутой он дает возможность быстро убивать но опять же все зависит от того как он вас собран у меня например он чисто я уже говорил чисто собран тут архидемона поэтому я его тут особо использовать тоже не могу видите разбили на второй волне уже полностью разбили здание опять же зависит от того надо чтобы удачно зашли еще на волне вражеские герои стрелка фраеву шутала а к 3 даже на фарме со стрелком то есть тут больше уже зависит каждый должен сам себя выбирать подбирать что ему подходит данном случае оккультист однозначно плюс недомогание тоже однозначно плюс потому что очень хорошо спасает видите половины базы уже нет хочу попробовать расставить здание вообще по всей карты так чтобы они если включались то включались вдали и не двигались дальше я бы либо по одному зданию выставить за пределами также не рассказал почему у меня на фреевую одушка видите фрея просто сливают а принципе вам рассказывал уже за фрею для того чтобы она включалась и сразу же дамажила на максималку то есть такой вариант мне кажется лучше чем она будет с уроном не всегда она включается во время плюс улыби которые летят по всей карте тоже видите командора блин и все и пипец просто пипец поэтому стрелок я не знаю стрелок конечно классный но даже без смотра мне кажется землеройка и у нас получше получалось однозначно землеройка и быстрее даже само прохождение поехали еще пару попыток сделаем не знаю посмотрим может буду давно вы пробовать фармить не знаю или на стримах или так пробовать пройти а ну четвертую уже зафармили то есть если четвертая фармиться то надо ловить уже удачу и на пятую эти землеройкой без смотра намного лучше шансы плюс землеройка у нас с уклоном плюс его умение намного намного лучше он стоит на два героя с уклонением даже если на стрелка поставить супер по то это все равно в моем случае не спасет вот такая 3 и 2 к 4 сейчас как обычно не полезут через верхние этот у фраги ушатал демон вот они просто забежали блин землеройка ему до 4 доходим смотр конечно тоже классная вещь ему тоже помогает ну блин раз на раз не приходится что у нас землеройку уже учитали сразу же на первое вот настолько все рандом на ребят казалось бы вот так вот землеройки уже нет вот а другого сюда ставить ну даже даже не знаю думал уже я уже думал вариант просто ставить командору она убивается еще быстрее даже с максимальным уклонением если поставить и супер по то и все остальное но как видите четырех разных сторон стоят как раз таки герои которых сложно пройти то есть огник оккультист зефир и выражай потому что он у меня с максимальным уклоном и их реально сложно убить ну дальше все зависит уже от удачи я не представляю что они сделают но эль волне если не ведут что они там хотят сделать но это просто жесть даже 14 скил и у нас должны добавиться в это не спасет вот просто зашли по центру пол базы феникса ушатали от фениксом никакого спасения нет феникса командоры только чисто на удачу если повезет у нас фрэй ушатали бывает первая волна нормально заходит бывает чидить полную еще конечно надо забывать что огненка огненка реально помогает в данном случае поэтому ну и на сегодня она одна из топовых на пвп локации поэтому если у вас нет огненки у вас будет однозначно здесь печаль против зефиров он будет сложно их убить пол карты просто вынесли на первой волне куда блин полетели вот так вот вот так вот ребята и мучаемся с одной стороны хочется пройти пройти эту волну с другой стороны понимая что нахрен она надо вот реально те ресурсы которые дают за эту волну они вообще бессмысленны чисто чисто ради интереса этого оккультиста у нас к сожалению ушатали бессмысленно дальше идти короче надо ловить удачу вот так вот сейчас попробуем еще пару попыток пишите в комнатах кого вы думаете можно поменять кого вы хотели бы вы видеть я попробую потестировать опять же тут все зависит больше наверно от уклонения от удачи уже если ты проходишь четвертую волну на 5 у тебя просто вылазит демон который может просто чисто случайно попасть здание в данном случае на 1 у нас уже зефира нету вроде все есть зефира уже уж это не сейчас любая волна вот так вот феникс заходят отсюда у нас уже все снесено короче просто пипец я не знаю чем думает hg когда они входят такие волны это чисто надо ловить уже удачу даже 2000 попыток нам может не хватить на прохождение а выражая уже слили первая волна как видите вроде все нормально было изначально сейчас уже нас начали сливать по герою с каждой стороны соответственно если они сливают 1 4 которые стоят по краям не просто потом забегают в центр разваливаются зданию есть вариант конечно интересно я попробую расставить по краям казармы хотя бы на первых волнах смотрите сколько зефира вот сейчас зашло через огни к расставлять по краям как вариант чтобы немножко задержать вот фраеву шатали воржаеву шатали и пошли дальше к 3 короче думал думал будет что-то толковое как видите все таки нужна удача и никуда ты отсюда не денешься шатали оккультиста вторая волна посмотрите сейчас вообще просто хуже идем чем первые разы и ничего с этим не сделаешь я уже даже не знаю что делать возможно попробовать блокировки хотя блокировки тоже по сути ничего не дадут можно попробовать на героев поставить вам все равно там целей при цели на максималке это тоже особо не спасет падла зашли по центру просто командора развалила и ты ничего не сделаешь как бы ты не блочил все герои живо но мы просто не успели заблочить и не успели и убить короче вот такие вот ребят дела к 4 я наконец-то покорил буду пробовать дальше не знаю посмотрю может на втором плане просто буду запускать чтобы фармилась просто чисто ради удачи смотреть потому что тут уже больше ничего не придумаешь интересного к 2 у нас осталось только одно здание одно попадание и все с героями как бы вот видите прорвались дальше один удар с героями как бы уже не вопрос вопрос здания надеемся что и gg усилят здание возможно тогда и на битве гильдии будет интересней в плане того что не так просто будет проходить битву гильдий питомцами будет интерес хоть какой-то ну это наверное не в этом году и не очень скоро это все будет вот видите зашли по центру просто и все такие вот дела ребят армии мучаемся надеюсь зафармим ок опять ближайшем будущем некоторым ребята видите повезло больше они уже зафармили сливают короче рандом но в любом случае результат уже есть мы пришли немножко дальше и и это радует не знаю сколько я уже попыток использовал зефира это уже не проблема будет однозначно слив нет пока держится зефирка держись конечно эти зашли все через зефиром один просто не справился с этим хотя он вроде тоже топовой сборки к сожалению раз на раз не приходится в общем вот так ждите нового видосика по волнам надеюсь надеюсь мы хоть что-то затащим всем удачи всем пока и 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 Субтитры сделал DimaTorzok